доброе мирное времени суток мои дорогие уважаемые подписчики гости канала уважаемые коллекционеры любители истории старины случайный зритель моего скромного канала старины и антиквариата на связи канал что в старой шкатулке меня зовут руслан всех приветствую друзья мои всем мира всем добра всем хорошего доброго настроения крепкого всем здоровья привет большой вам с украины здоровеньки булы и так друзья мои мой скромный обзор моих покупок у населения вы знаете мои дорогие что я работаю с населением выкупают старинные предметы свою коллекцию также ищу сокровища на пунктах прямо металла и макулатуры спасаю историю от утилизации друзья вот такие вот сегодня у нас скромные покупочки такой вот скромненький обзор не судите строго подписывайтесь на канал и ставьте свои добрые лайки друзья итак давайте начинать посмотрим что же я выкупил мои дорогие итак первая интересная покупка у населения смотрите друзья мои очень нужная вещь в хозяйстве вот такая вот нарядная добрая советская фляга пластмассовая фляга друзья мои вот такой вот стакан смотрите наливать сюда водичку кипяченую как в армии взял водички и может отправляться по своим делам вот такой вот стаканчик наливаешь и выпиваешь друзья мои так вот такой вот чехольчик но самое интересное вот такая вот замечательная фляга которая дошла до нашего времени друзья мои вчера я проверял ее набирал водичку смотрите водичка стоит отлично не пропускает все на целенькая все в отличном хорошем состоянии пригодится друзья мои даже можно поехать на дачу мне на даче есть колодец очень вкусная водичка можно набирать и смело пить вот такая вот фляга друзья вот такая вот крышечка все закрывается открывается цепочка конечно же не родная но что самое интересное повторюсь самое главное для коллекционера что она целая здесь у нас есть надписи есть клеймо давайте посмотрим мои дорогие посмотрим что за клеймо я не знаю видно вам не видно фокусируюсь вот такая вот ласточка видите вверху какая-то птица или же голубь птица мира видите и написано что это для холодных безалкогольных напитков хранения не более трех суток друзья мои вчера выкупил население очень рад потому что вещь полезная в хозяйстве пригодится друзья в отличном хорошем состоянии ну и вот такой вот чехольчик видите армейский такой военный чехольчик цвета хаки видите здесь у нас такой вот капюшончик на одевается на стакан вот такая вот пуговичка здесь но состояние видите сами немножко время не пощадила моль немножко покушала здесь у нас такой вот для цепляния кремешку кремню видите но состояние не очень друзья мои но что самое интересное что чехол сохранился родной чехольчик для этой фляги друзья так дальше у нас попались мне друзья мои советские часы позолоченные советские часы вчера пришла женщина конечно принесла на более 20 часов друзья целый пакет часов давненько так мне не приносили люди в таком количестве но среди этих 20 там 30 часов я выбрал всего лишь тут четыре три пары часов видите потому что все это китайская в на батарейках никому не нужная не вечная она красивая но люди покупают но как правильно они работают там неделю-две и больше не работают выбрал вот такие вот замечательные добрые часы хотел спросить вас по кто спец кто собирает кто коллекционирует кто любит свою коллекцию кто пополняет ее смотрите вот такие вот мне первый раз попали часики называются они кардинал кварцевые часы здесь у нас календарь друзья видите третье число не рабочие к сожалению но я вижу что это позолотка видите вот у нас позолота черный такой вот красивый циферблат здесь у нас друзья искал вчера я отметочку ау там один ау-5 просто ау-10 ау-20 так что ищите ну как правило вот они здесь ставят или ставили производители клеймо но ничего я не нашел но то чтобы это позолота видите сами видите немножко стерлась это сто процентов вот есть у нас такой вот номер на часах 102 741 друзья видите конечно же не рабочие все это нужно реставрировать отремонтировать но впервые мне попались такие вот часики напишите своих светлых добрых комментариях по поводу этих часов может быть кому-то попадались кто-то их ремонтировал я их открыл крышку конечно же нужно батареечка поставить батареечку и может быть они снова пойдут подарим предмету вторую жизнь друзья вот такие вот замечательные добрые часы часы кардинал так что жду ваших добрых сообщений друзья мои так очень красивые часики женские часики смотрите в каком они хорошем состоянии ремешочек такой вот видите как он играет на солнышке радуется нашему обзору смотрите все отлично все хорошо стекло здесь целое друзья мои часы заря но к сожалению позолота сохранилась видите но сожалению они не рабочие тоже нужно ремонтировать часики очень красивые нарядные очень красивый циферблат такой вы смотрите видите сами вот такие вот часы друзья классные часики ну и последние у нас часы смотрите часы луч тоже позолота друзья тоже к сожалению не рабочие это ау-10 вот видите здесь я не знаю ли видно вам вот тут вот клеймо ау-10 так что друзья мои обращайте внимание не спешите выбрасывать где-то куда-то их на мусорку в утиль сдавать потому что вот такие вот часики сейчас очень и очень собираемые и коллекционируют их люди собирают коллекционируют любители таких вот часов смотрите видите состояние хорошее отличное стекло нормальное но только вот видите здесь вот немножко известная надпись и не работает здесь вот видите не работает немножко они конечно же нужно ремонтировать друзья все это нужно ремонтировать все нужно дарить предмету вторую жизнь это наша история видите вот такие вот часики выкупил друзья ну а вот такие вот часики вы уже видели я их показывал тоже эта женщина принесла мне их сначала я выкупил а потом уже принесла полностью все вот эти вот часы мне друзья мои как коллекционеру как любителю как собирателю как человек который спасает историю от утилизации вот такие вот замечательные часы так друзья и следующая у нас покупочка смотрите вот таких вот две замечательные добрые советские статуэтки назначила мне встречу женщина значит позвонила ко мне я понедельник приеду к вам назначила встречу привезу вам статуэтки четыре дня прошло конечно же она пришла друзья мои но к сожалению статуэтки на реставрацию как часто бывает конечно же все это билось материал хрупкий не с уважением они относились наверно где-то вот вытирали пыль или может быть какой-то переезд ну все может быть в семье и вот немножко есть утраты она даже их не видела когда вот я уже посмотрел своим профессиональным антикварным взглядом глазом и уже убил эти вот дефекты она очень сильно расстроилась отказалась их продавать конечно же начала психовать ложить их сумку я сейчас выброшу ничего мне не надо и далее я вам внесла через весь город это понятно что бабушке тяжело но друзья мои конечно же на утилизацию я ее еле упросил чтобы она мне их продала просил чтобы она их не выбрасывала потому что это история ее нужно сохранить и так далее ну друзья мои конечном итоге я заплатил ей денег она мне их продала давайте знакомиться посмотрим итак первое постоянная такая распространенная статуэтка гадание на ромашки видите вот такая вот украинская девушка красивая украинская девушка украинском таком вот наряде ромашка называют ее еще любит не любит ну кому как интересно большая статуэтка смотрите у каждого коллекционера конечно же она есть своих светлых добрых коллекциях разные виды разная раскраска друзья мои смотрите какая красивая девушка ну замечательная статуэтка ну Ну, как правило, сейчас коллекционеры, понимаете, они сейчас с жиру бесятся, а такие сатуэтки не хотят покупать, вот наподобие там майской ночи или же гадания на ромашке. Они распространенные, их очень много, цена на них очень и очень маленькая и так далее. Начинают ломать комедию, друзья. Смотрите, здесь у нас вот такой вот тын-забор, состояние отличное. Как правило, вот здесь у нас тын, ну, как реставрация и дефекты, ломаные или битые тын или же вот эти вот листы, потому что их сохранить очень тяжело, видите, сами. А в нашем случае, друзья мои, даже не ожидал. Я присмотрелся и у нее, вот видите, здесь на пальчиках такой вот небольшой скольчик. Вот даже вот цепляется, видите, цепляется моя рукавичка, цепляется к этому скольчику. Так как проверять нужно статуэточку, нужно просто-напросто снять рукавичку и провести вот так вот по этой статуэтке, и ваши пальцы найдут дефект. Это я уже учу начинающих коллекционеров фарфора, друзья. Видите, как ни печально, но есть дефект. Вот тут вот у нас пальчик отбит немножко, не знаю почему. Может быть, это за вас какой-то брак. Ну вот как отбить кончик пальчика, я просто не знаю. Вот такая вот замечательная, добрая статуэтка. Гадание на ромашке, друзья мои. Или же любит, не любит. Печально, печально. Хотелось бы, конечно, ее оставить себе в коллекцию, но, как правило, я собираю статуэтки в отличном, хорошем состоянии. Без сколов, без трещин, без дефектов. А это уже нужна реставрация. Не знаю, сколько обойдется реставрация. Конечно же, не дешево, потому что нужно реставрировать. Очень тонкая работа. Сделать пальчик. А так она в отличном, хорошем состоянии, друзья мои. Вот такая вот статуэтка. Так, следующая у нас, друзья мои. Очень красивая статуэтка. Смотрите, одарка. Хочу приблизить. Вот так, смотрите, какой вот красивый дизайн. Украинская такая тоже национальная одежда. Позолото здесь. В хорошем состоянии. В таком, видите, сама вот одарка в отличном состоянии. Как часто бывает вот здесь битости. Очень часто битости. Рук. Здесь вот платка очень часто битости. Видите? В нашем случае здесь в отличном, все хорошем, добром состоянии. Видите? Но, видите, что здесь. Также вот идет забор, идет тын. И вот битость есть, друзья. Такая статуэтка в отличном состоянии. На Виольте стартует от 400 гривен. Тоже нужно делать реставрацию, мои дорогие. Видите? Печально, печально. И, как часто бывают люди, на 90%, которые приносят статуэтки, они все битые. Видите? Такое вот клемо. Второй сорт. Киев. Ну, очень красивая статуэтка, друзья. Согласитесь. Давайте еще раз пробежимся. Посмотрим. Смотрите. Одарка. А у меня в коллекции, друзья мои, есть. Сейчас я вам покажу. Есть карась. Смотрите. Вот. Вот так вот они продаваться должны. В паре. Одарка и карась. Вот карась возвращается. Где-то он уже хорошо покушал. Видите? Зашел к своему знакомому шинку. Видите? И идет, возвращается себе домой. Вот такая вот тоже классная статуэтка. Смотрите. Обратите ваше внимание. Это из моей личной скромной коллекции фарфора. Советского фарфора. Какая тонкая работа. Тоже Киев. Второй сорт. Смотрите. Карась. Карась такой. Видите? Идет. Немножко вот он посидел. Не рассчитал свои силы. А вот здесь уже его ждет его жена. Одарка. Которая вечно недовольная. Видите? В руки уже у нее в боках. Все. Сейчас она уже начнет ему рассказывать. Смотрите. Видите? Вот такая вот пара, друзья мои. Это из моей коллекции. А вот эту статуэтку я вчера выкупил у населения. К сожалению, друзья мои, они битые. Нужно их реставрировать. Все. Вот такой вот у нас сегодня скромный обзор. Повторюсь, что я выкупил. Вот такие вот две замечательные, добрые советские статуэтки. Это у нас позолоченные часы. И вот такая вот замечательная, нужная вещь в хозяйстве. Фляга из Советского Союза, друзья мои. Вот такой вот у нас скромный обзор. Вот такой вот у нас сегодня старинный антикварный обзор. Не судите строго, друзья мои. Показываю то, что люди приносят. То, что я выкупаю. Подписывайтесь на канал. Ставьте свои лайки. Пишите, что вы думаете по этому видео. На каждый комментарий, конечно же, я отвечаю, друзья мои. Все. Всем мира, всем добра, всем хорошего, доброго настояния. Всем крепкого здоровья, друзья мои. Собирайте, коллекционируйте, спасайте историю вместе с каналом «Что в старой шкатулке». Всех обнимаю и крепко жму руку. Удачи. До новых встреч в эфире. Всем пока. Мирного, хорошего, доброго дня, друзья мои. Всем пока. Удачи. Пока.